итак привет сейчас будет комплекс из 5 позиций и мы будем делать в каждой позиции по одному дыханию нужно делать или четыре круга или 8 кругов я делаю 4 если понадобится то просто поставите на репит еще раз и делайте еще дополнительно 4 круга сначала нужно сесть скрестив ноги или как получается желательно скрещивать так будет постепенно бедра расслабляться и раскрываться и выпрямить спину это поможет укрепить позвоночник что здесь нужно сделать сначала делаем настройку выдох из носа и одновременно живот вовнутрь выдох как будто мы животом выталкиваем воздух как будто от смаркина все вот такая еще может быть ассоциация возможно она поможет делаем 54 раза 54 выдоха из носа если устали можете передохнуть потом опять продолжить и в конце делаем глубокий вдох и паузу если вдруг вы не успеваете или нужно больше времени такой ритм просто ставьте на паузу видео доделывайте до конца и продолжайте вместе со мной следующая позиция первый круг я буду больше объяснять остальные три мы чуть быстрее пройдем это складка стопы ставим на ширине бедер животом не грудью а областью живота прижимаемся к бедрам и как бы вытягиваем живот чтобы он как бы сполз коленком прижались не вот так вот складываемся а вытягивая живот прижимаемся раз прижались ладонями сзади под коленки под икроножные лопатки сжали и начинаем идти вниз спину прямую держать не округляйте здесь так только хуже будет вытянуться прижаться держим вдох шею не закидывать и не закруглять вниз просто прямо выдох после этого я буду крутиться показывать разные позиции чтобы вам было понятно вам не обязательно крутиться стопа ставим чуть шире плеч падаем телом вниз прогибаемся опять спине делаем его прямо как будто холодным дотронуться для спины мы такие о прогнулись шея прямо вытянули руки давление на большого пальца на внутренний свод стопы держим вдох выдох локти прямые после этого сразу же руки поставили на пол ладони слегка слегка развернули наружу стопами ушли назад называется горка или собака мордой вниз подсогните колени и сердцем подлинитесь к стопам листов пол здесь нужно найти правильную дистанцию чтобы это было не слишком широко здесь это не эффективно и это это не горка из упора лежа удобно раз два подсогнули толку лицо в пол сердце к стопам локти прямые держим вдох стопы слегка закосоватый выдох перешли вперед просто вес перенести вперед стоп поставить вместе копчик важно не прогибать поясницу а наоборот как будто хвост поджимаем и выталкивать плечевой пояс наверх локти слегка подсогнуты смотрят в сторону затылок аккуратно толкаем назад делаем как будто второй подбородок и держим вдох выдох отжались вниз ну с коленок если надо поставили колени отжались ставим здесь ладони не здесь у груди а вот впереди лица под локти удобная сильная позиция вытягиваемся животом вперед нет не вот так не так так травы только приводят а вперед ползем как будто как змея вытягивая грудной отдел пальцы ног в пол коленки напрячь ягодицы напрячь и пальцы рук идут за уши но мы не тогда мы не давим вообще а просто слегка прикоснулись локти наверх лопатки вместе голову не закидывать голова прямо держим вдох выдох отлично отжались с коленами с полных прямых ног и делаем еще три круга такие же встаем в складку ширина бедер только живот прижат вытянут ладони под икроножные прогнули спину макушку вытянули начинаем разгибать ноги эта позиция на все времена держим вдох живот не отрывается грудь не соприкасается выдох ноги раз шире поставили ширина чуть шире плеч упали вниз прогнули спине выпрямили ноги держим вдох голова прям шея прямо спина прямо выдох локти прямые руки в пол и отшагнули раз-два подсогнули колени сердце к стопам лицо в пол вдох выдох вес перенесли вперед если совсем тяжело в упоре стоять поставьте коленки хотя бы так но не прогибайтесь подтянули хвост затылок назад вдох пресс должен чувствоваться очень хорошо выдох отжались вниз на живот вытянули грудной отдел и живот вдоль пола не поднимая нижние ребра пальцы ног в пол коленки напрягли пальцы рук за голову подняли аккуратно корпус с помощью мышц локти наверх попали вместе вдох выдох отжались подшагнули прижали живот стали схватку прогибаемся не округляемся прогибаемся вдох выдох встали стул раз-два упали вниз прогиб вытяжение макушки прямые руки взгляд пол вдох слегка как будто заваливаем коленки вовнутрь слегка выдох руки фолгу подсогнули колени грудь толкаем к стопам вдох выдох лицо в пол вес перенесли вперед стопы вместе упор лежа копчик подкрутили затылок назад держим вдох подкрутить копчик чтоб пресс чувствовался выдох ушли вниз вытянулись вытянулись я не вижу там еще в кадре убежал вперед пальцы ног в пол коленки напрячь подняли пальцем за голову лопатки сводим вдох грудь поднимаем выше выдох отжались и последний круг надеюсь не в жизни прижать прогнулись старой жизни после практики начинается новая жизнь держим вдох выдох стул раз-два упали вниз прогнулись выдох локти прямые вдох выдох руки в пол раз-два держим вдох приоритет всегда на спине не на ногах не стараемся выпрямлять вдох выдох в упор копчик подкрутить затылок назад локти под согнутый вдох выдох отжались вниз вытянулись пальцы ног в пол коленки напрягли ягодицы напрягли пальцы рук вдох выдох отлично отжались сели мы сделали вдох выдох и сейчас сохранимся делаем вдох в живот вдох пауза выдох выдох из грудного отдела пауза выдох из грудного отдела пауза полный выдох опустошаем всё пауза спина прямая сели прямо глаза закрыли минуту сидим упаковываемся вино Fusion фокус произошло На самом деле Продолжение следует... Продолжение следует... Запомните, кто бы не делал это видео, что это последовательность, что тогда, когда вам тяжело, идет прогресс. Идет прогресс в здоровье, идет прогресс в теле и во всем. Когда есть небольшое сопротивление, если делать только то, что легко, что привычно, что я делаю всегда, прогресса нет. Нет серединного состояния поддержания формы или здоровья, или вниз, или вверх. Поэтому лучше каждый день делать вот эти 4 круга, но через несколько месяцев они будут просто идеально выходить. И вот то, насколько вы можете сделать вот эти 5 позиций в 4 кругах, это показатель вашего здоровья. Это показатель здоровья. Это не показатель силы в какой-то мере. Например, если мы делаем поднятие штанги, это что? Это просто показатель того, сколько мы можем поднять. Это не показывает того, сколько мы можем пробежать, к примеру. Здесь, в йоге, то, что мы делаем, это показатель здоровья спины, здоровья колен, здоровья плечевых суставов и тканей, тон сердечно-сердечной и сосудистой системы. Мы делаем здесь все и сразу. И оно прорабатывается все и сразу. Был рад. Если есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, пишите.